В эфире Актуальное интервью. Меня зовут Ксения Епишева. Здравствуйте. Сегодня мы вновь возвращаемся к теме, которая получила широкий общественный резонанс. Ситуация, в которую попал ноябрьский солдат-срочник Никита Акишин. Напомню, осенью прошлого года молодой человек во время службы получил сильнейшие ожоги серной кислотой. Тогда Никита попал в больницу. В отношении руководства было заведено уголовное дело, которое впоследствии было закрыто. Всю ответственность за случившееся, по мнению следователей, должен нести сам Никита. В нашей студии сегодня мама пострадавшего солдата Дина Акишина. Дина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я понимаю, уголовных дел было заведено несколько. Можно о них поподробнее? Да, завели два дела на старшего лейтенанта Хвостова и по поводу правильности назначенного лечения. Я просила, чтобы разобрались все-таки с этой ситуацией. Оба дела закрыли. Чем объясняют свои решения следователи? Почему дела закрыты? Вообще, по идее, как адвокаты мне объясняли, что должно было быть заведено дело не только на этого старшего лейтенанта Бедного, который в этой ситуации тоже попал, а и на руководство части. Об этом вообще в материалах дела ни одного слова не было. А по материалам дела там просто каждый листок берешь, и все не так. И все неправда. И сделано так было, как нужно было им, чтобы закрыть дело. То есть даже эксперты делали свое... Вот уставная экспертиза была назначена, и эксперт дает комментарии статей, вот там, допустим, что они должны были делать или что должны были делать. И вот идет в материалах, значит, вот это описание, а в конце выводы, что нарушений никаких не обнаружено. Так как может так быть? И вот эксперты, они же тоже подписывали статью о правильности вот этой информации, которую они дают. Такое ощущение, что закон у нас не для всех одинаков. То есть, если судить по материалам уголовного дела, получается, ни лейтенант, который в тот момент был рядом с солдатами, ни руководство военной части, ни в чем не виноваты? Никто ни в чем не виноваты. Дела оба закрылись за отсутствие состава преступления. Ну хорошо, но ситуация, она все равно есть. У Никиты есть шрамы, Никита провел время в больнице. Получается, он сам виноват в этом? Сейчас они даже в материалах дела появилась такая, в показаниях свидетелей такая, такой абзац, что Никита якобы хочет получить выплату большую из Министерства обороны, незаконным путем обогатиться, прям эти слова, прям весь материал дела. Это вообще какой-то ужас. Я не знаю, там все, там даже вот этот старший лейтенант Хвостов, он вначале просто отказывался давать какие-то показания, а в конце, когда Никита демобилизовался, он все-таки дал показания, и в его показаниях сказано, что он не повез его сразу, как в военный госпиталь, только потому, что он испугался наказанием. То есть человек признал свою вину, а никто не виноват. Сам Никита как перенес известие о том, что уголовные дела закрыты? Он в шоке, он вообще говорит, мам, я не знаю, кому верить и вообще. Расскажите, а состояние его здоровья сегодня каково? Ему требуется теперь постоянное лечение или все? Ну, пока не знаем, у него все никак нет времени сходить на учет, нужно встать у терапевта, вот, на постоянные там 2-4 года, чтобы следить за здоровьем, потому что мало ли что будет последствия, чтобы привязать к травме, к вот этой. Ну, пока чувствует себя хорошо, работает, учится. То есть он постепенно возвращается к нормальной жизни? Ну, да, конечно, старается. А морально он нашел в себе силы справиться с ситуацией? Он сильно у меня справится. То есть каких-то комплексов по поводу оставшихся шрамов? Ну, это есть, конечно, но хорошо, что на лице ничего не осталось, там только когда вот он нервничает, они краснеют, эти яркие красные пятна становятся, а на теле, ну, так, рубашки, рукава. То есть теперь все только закрытая одежда? Ну, да, посмотрим, как он себя будет чувствовать летом. Не знаю, посмотрим. Нам известно, что Никита в социальных сетях написал довольно эмоциональное письмо. Вот чем, чего все-таки он хотел этим добиться? Чтобы обратили внимание, как можно вот просто закрывать дела, когда вот есть виновные. Это, вот он говорит, что я же не один солдат, да, там очень много других людей солдат служит. И если в части творится такое, что вот эти гражданские канистры с кислотой, и никому неизвестно, что там, и вот такое происходит, могло бы ведь не только с ним произойти, и с кем-то из других ребят, и еще, может, даже и произойдет там такой округ нестабильный, в общем, в этом плане. Вот. Чтобы просто разобрались и наказали. И вот он написал это письмо для того, чтобы вот помочь найти этих виновных все-таки, чтобы они понесли свое наказание, чтобы не относились к солдату так вот, как к нему, потому что это, ну, подлое, считают, так нельзя. Он пошел же ведь в армию с душой, он хотел, он не косил от нее там, вот, и так получилось. Он говорит, я вообще не понимаю, как так можно. И суды, вот эти прокуратура, следователь, как можно было в материалах делать такие вещи, что просто такое ощущение, что с закрытыми глазами. Раз подписали, дело закрыли. Прокурор раз, да, дело закрыть. Ну, то есть там либо какая-то коррупция все-таки есть. Надо ее доказывать. Вот мы будем стараться. Военкомат Ноябрьска отправлял документы на получение страховой выплаты. Все-таки вот какова их судьба сегодня? Ну, вчера я была в военкомате. Меня успокаивают. Говорят, вы раньше времени начали бить тревогу, что дойдут, дойдут документы. У нас такого не было, чтобы документы пропадали. Ну, также я была на почте еще недели две или три назад. Обратилась к директору, спросила, сколько идет письмо. Письмо отправлено было незаказным, без уведомлений. Просто обычным письмом с документами, с синими печатями. И теперь вот мы ждем, когда придут они или нет. И вот вчера я просто в военкомате опять потребовала, чтобы сделали запрос, чтобы получить нам опять эти справки. Они мне таким трудом достались. И вот так отправлять письмом. И теперь вот ждать, будут эти документы или нет. Свою страховку они бы так не отправили, я вот уверена. Насколько известно, вот в обеющем случае мы заинтересовались в редакции программы «Пусть говорят». Вы и планируете туда их? Ну, мы написали письмо. Вот Никита, который писал, мы отправили. Еще помимо этого я написала и созванивалась с Татьяной Федоровой. Вот, если, то есть тема актуальна, чтобы, ну, обратят внимание или нет. Мы ждем пока. Ну, если вдруг внимание обратят, вы готовы? Конечно. Все, бросите, поехали? Конечно, да. Нам нужна помощь. Я хочу, и Никита хочет, чтобы все-таки была справедливость. И вот эти люди, врачи вот эти, я тоже буду добиваться. Правда, я еще материалов дела не видела, потому что его только закрыли. Нам оно еще не пришло по поводу врачей. А вот по поводу военных так нельзя. У нас в армии так и будет. Вот творится такое, и так и будем. Терять своих сыновей или получать их вот в таком виде, чтобы они такое перенесли, пока вот эти люди будут спокойно дальше продолжать служить Родине. А если говорить в целом, то какие действия вы предпринимаете сегодня, и чего все-таки в итоге вы будете добиваться? Действия? Ну вот мы работаем с адвокатами, это очень тяжело. Там 7 тысяч километров все-таки разница большая. Не всегда удается созвониться там или добиться от них каких-то действий. Потому что вот жалобу, которую сейчас они до сих пор готовят уже несколько месяцев, чтобы подать в прокуратуру, чтобы на доследование дела передать. До сих пор она нам не отправлена. Мы хотим, да, чтобы люди понесли по закону, в чем они виноваты, чтобы они за это ответили по букве закона. Чтобы было неповадно потом относиться так к солдатам. А вот вообще насколько тяжело, по мнению юристов, будет доказать? Говорят, очень тяжело. Вот адвокаты также говорят, что на них оказывается давление. Что там вообще происходит в этой части? Происходило. Эта же часть была расформирована, перевозилось имущество. Видимо, там не все так гладко, и просто палки в колеса на каждом шагу. Они говорят, что очень тяжело бороться будет. Ну а вы как думаете? Вы готовы бороться? Мы боремся. Я руки не опущу, нет. Ну я думаю, что мы все-таки еще вернемся к этой теме. А в свою очередь я хочу отметить, что новости нашего города будут следить за судьбой пострадавшего солдата. Дина Борисовна, спасибо вам большое, что были сегодня в нашей студии. Мы желаем вам успехов и будем надеяться, что решение по делу будет справедливым. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова